друзья всех приветствую это вторая часть про процессор xeon и е54 40 первую часть вы можете посмотреть по ссылочке я оставлю под описанием под этим видео в котором я просто распаковал установил на материнскую плату и попытался его запустить естественно у меня это все удачно произошло и теперь мы продолжим тестирование этого процессора напомню что этот процессор я заказал из китая стоил он порядка что-то там один с половиной 12 долларов этому этот процессор производства 2006 года то есть ему уже можно сказать что 11 лет но тем не менее он еще вполне себе может быть актуален он изготовлен на сокет 771 но переделан под сокет 775 и успешно мной установлен в материнскую плату гигабайт на чипсете g31 в этом видео мы с вами я вам покажу как я обновил bios может быть кому-то это будет интересно может быть кто-то не знает как это сделать как я обновил bios и я протестирую на стабильность я не разгоняю процессор я протестирую его на стабильность мы посмотрим вот в аиде 64 посмотрим тестирование процессора и стресс-тест запустим на стопроцентную загрузку и посмотрим как на боксовом кулер кулере на боксом который у меня был который по моему там от обыкновенного целлерона сейчас сейчас у меня стоит охлаждает этот xeon посмотрим как он себя ведет как он греется какие он температуры нам будет показывать итак смотрим тип процессора я кстати еще могу вам от cpu-z запустить программку чтобы уже более достоверную получать картину то есть сразу с двух источников смотреть какие у нас характеристики процессора и так intel xeon е54 40 к кодовое название псевдоним harper town сокет у него 771 ну скажем так что переделан на 775 технология 45 нанометров так вот мы в cpu-z видим напряжение ядра так маркировочка его ну в принципе у нас все одинаково что у нас пишет аид 64 что cpu-z все одинаковые абсолютно так ревизия c0 c0 ревизия я хотел по моему е0 я заказывал честно говоря даже не обратил внимание на это но не суть все работает вполне себе нормально поддерживаемые инструкции частота ядра мы видим что в принципе базовая частота его 2833 мегагерца множитель а 8 и 3 шина 333 соответственно мы получаем cpu-z это нам показывает плавающую прыгающую частоту скорее всего это просто режим энергоизбережения работает видите величина множителя меняется соответственно меняется и частота процессора также он имеет на борту у нас вот можно посмотреть кэш 2 уровня 2 умноженное на 6 мегабайт то есть 12 мегабайт кэша скажу например забегая наперед что у меня в основном компьютере установлен intel i5 3570 к и он имеет всего лишь 6 мегабайт кэша 2 уровня а этот процессор имеет 12 но тем не менее мы посмотрели его характеристики его название теперь мы к чему мы перейдем мы теперь попробуем посмотреть я в принципе не буду закрывать вот эту вот картиночку чтобы она бояться поузе она была наглядно показывала какого нас процессора мы тестируем сейчас мы посмотрим есть встроенная в аиду 64 у нас есть встроенный тест тест он самом конце вот мы его нажмем есть вот такой тест cpu queen то есть как бы общий тест процессоров до процессор по там всем возможным характеристикам здесь уже протестированы различные процессоры выведены какие-то вот тут значения ну скажем так в условных единицах так называемых попугаях да почему какие-то условные единицы и мы в принципе можем сейчас протестировать свой процессор который установлен в этой системе и посмотреть примерно вот в этой линеечке где покажет эта программа аиды 64 я сразу скажу что какие-то нестабильные нестабильный тест он показывает примерно разные значения все время но одно какое-то усредненное значение мы можем получить его можно запустить как нажать кнопочку старт так и нажать вот эту вот кнопочку обновить но почему-то значения бывают разные я не могу понять почему ну возможно это какие-то там огрехи данной программы ну давайте нажмем старт и посмотрим какие будут результаты так ну вот смотрите у нас получился результат 23 тысячи семьсот двадцать три он обгоняет вот такой процессор как а8 3850 и не догоняет такой процессор давайте мы сейчас раздвинем посмотрим как кор 2 extreme qx 9650 ну естественно частота выше 3 мегагерца потому не догоняет ну мы в принципе можем посмотреть где он находится вот в этой вот линеечке да я сразу забегаю наперед скажу я может даже вставлю эту картинку видео что мой процессор корай 530 3570 к показал результат разогнанный 40000 а в стоке 34000 где-то такие результаты примерно но мы видим какой результат показывает данный процессор я считаю что вполне себе неплохо но дело в том что если несколько раз провести этот тест у меня получались значения и по 16000 почему-то вы да по это аида сейчас видите стабильно выдает давайте вот это нажмем кнопочку ну сейчас почему-то стабильно я считаю что так это чуть-чуть было что-то неустойчивость этой программы может быть какие-то небольшие погрехи программном коде но тем не менее стабильно около 24000 сейчас мы с вами запустим стресс-тест так называемый давайте вот посмотрим и тут есть в лаиде встроенный стресс-тест стабильности системы давайте его нажмем вот есть стресс cpu то есть мы сейчас запустим загрузку нашего процессора на сто процентов вот видите вот тут внизу есть cpu юзыч то есть процент использования процессора и cpu тротлинг то есть это пропуск тактов скажем так если процессор будет пропускать так ты то есть он перегреется здесь мы увидим какую-то рваную вот эту вот желтенькую линию а если не будет пропускать она будет стабильно вот сто процентов эти а сверху мы с вами видим температуру от 0 до 100 градусов самого процессора общую температуру и каждого из его ядер соответственно мы нажимаем кнопочку старт наш процессор сейчас начнет загружаться на сто процентов я не знаю как сейчас будет у меня записываться мое видео возможно она будет с подлаги вами потому что все таки я запускаю загрузку процессора до сто процентов но тем не менее я думаю что то у меня получится так как я записываю видеокарты сейчас установлены в этом системном блоке так пока у нас идет небольшое тестирование нашей системы я попробую сейчас показать как я обновлял bios ничего сложного нету давайте перейдем вот на интернет страничку и посмотрим у меня установлено в данной системе материнская плата гигабайт г г 31 м е с 20 ревизия 2 то есть я прям так вот в поиске в гугле вбил вот это вот название вот это вот да и зашел на страничку гигабайт открыл вот эту вот материнскую плату вот здесь идет ее описание и есть вот такая вкладочка загрузить нажимаем вкладочку вкладочку загрузить сейчас конечно будет все чуть-чуть у нас подтормаживать потому что не забываем что у нас идет час на стопроцентную загрузка процессора тестирование его идет вот мы зашли на вкладочку загрузить драйвере bios инструкции нам остальное ничего интересно кроме как bios заходим во вкладочку bios и видим версии bios а у меня когда я поставил материнскую плату эту и включил проверил у меня стояла вот такая вот версия fb версия bios она видите она практически чуть ли не самая первая из выпущенных гигабайт am и тут есть дата она была 14 0 5 2009 и после этого еще смотрите аж через год еще выходили обновления bios а для этой материнской платы соответственно я скачал вот этот самый последний fg берем откликаем вот на один любой из этих вот на любую из этих ссылочек и скачиваем скачиваем bios как обновлять в разных конечно материнских платах есть разные способы обновления ну например у гигабайта есть специальная вот такая вот утилита называется вот это abuse вот ее можно просто ввести и вы найдете в гугле и вот она тут все написано как в принципе обновлять изначально скачиваете сам bios потом загружаете утилит вот эту а bios и ее запускаете тут в принципе все все написано как сделать все делается из-под windows все очень легко обновляется обновляется перезагружаете компьютер и все и у вас уже самый последний bios без проблем у меня прошло и стратил я на это буквально пять минут поэтому как обновить bios конкретно для данной материнской платы и в принципе для гигабайтов я вам показал посмотрим что у нас происходит нашем тестировании сейчас мы уже тестируем вот у нас есть лепсетом то есть время с начиска какое время прошло сначала включения нашего теста уже прошло три минуты смотрим какие примерно температуры у нас сейчас ну здесь на графике очень трудно увидеть но здесь есть такая вкладочка как статистика статистика и мы можем посмотреть вот у нас есть максим максимальное значение температуры за время проведения данного теста смотрим максимальная температура общая по процессору 48 составила градусов и давайте посмотрим самую максимальную температуру по какому-нибудь из ядер вот 53 на втором ядре второе ядро пригревается больше всех температура 53 градуса я не знаю как еще можно дольше проверять данный процессор то есть три минуты ну давайте чуть-чуть подождем еще больше и посмотрим давайте посмотрим действительно сто процентов загружен наш процессор давайте откроем вот он диспетчер задачи windows и мы видим загрузка процессора сто процентов а честно говоря я даже кулера не слышу то есть вентилятора кулера он практически на слух не увеличил количество оборотов ну честно говоря думаю что какой-то ледяной процессор получается просто ледяной у меня на этом же кулере стоял кор 2 до е 8 400 и он по моему грелся намного сильнее и у него довольно ощутимо слышно было как увеличивает обороты вентилятор так ну это можно закрыть стабильность думаю безоговорочно посмотрите ну вот мы уже почти пять минут тестируем под стопроцентной загрузкой ничего здесь нету вот правда был какой-то смотрите вот небольшое подлагивание вот здесь вот но это вполне возможно когда я открывал вкладочку интернет может быть что-то тут с тестом сбилась потому что как бы тест надо проводить ничего больше не делать вот просто наблюдать за системой я думаю что достаточно пять минут пять минут мы с вами его тестируем никаких проблем нету еще раз перейдем максимальную температуру посмотрим 53 градуса я думаю что великолепный показатель великолепный показатель я даже сейчас не знаю какая температура у меня сейчас окружающей среды сейчас находится в этом помещении ну я думаю что градусов 20 не меньше 53 градуса больше не греется великолепный показатель я думаю что больше тестировать его нету смысла смотрим cpu-z нам показывает до его штатную частоту 22 2,83 гигагерц и я сейчас попробую попробую вне этого видео через bios поднять частоту процессора хотя бы чуть-чуть и посмотреть изменится ли стабильность системы при увеличении частоты то есть сделать небольшой разгон ну почему бы нет вообще в принципе может разгоняться данный процессор либо он не способен к разгону и он может функционировать только на штатной частоте тот процессор который стоял до этого то есть и на этой же материнской плате корд воду е 8 400 в принципе довольно таки порядка 20-30 процентов позволял себя разогнать это в принципе был неплохой результат я не буду гнаться за большими частотами я чуть-чуть добавлю и еще раз включу вот этот систем стабилити тест и мы с вами посмотрим измене как изменится поведение процессора и так друзья я поднял частоту нашего пациента скажем так испытуемого intel xeon e54 40 до значения 3200 мегагерц мы видим что аиды 64 показывает данное значение и в принципе показывает cpu z тоже показывает множители оставил не трогал естественно его невозможно изменить да а поднял опорную частоту с 333 до 376 ну просто так мне захотелось примерно такое красивую цифру поставить 3 и 2 напомню что оригинальное стоковое значение это 2 целых 83 теперь мы с вами попробуем посмотреть что у нас изменится в тестировании стабильности системы что у нас будет с температурой процессора так я сейчас уже вижу что процессор уже уже нагрелся намного сильнее ну давайте нажмем старт и будем надеяться что я не увижу крэша системы и все-таки более менее стабильная температура будет держаться я смогу дописать этот ролик до конца так ну давайте сразу перейдем на статистику и будем смотреть да мы видим уже я считаю что довольно значительное увеличение температуры то есть уже наша смотрите второе ядро которое грелось больше всего уже показывает 56 градусов 59 градусов температура потихонечку растет прошлый раз мы с вами тестировали пять минут я не знаю сколько сейчас я смогу тестировать данный процесс а 60 градусов и постепенно температура увеличивается так давайте будем за этим наблюдать интереснейшим процессом так 60 градусов так вот еще одно ядро стало 60 градусов так мы примерно 50 секунд тестируем 61 градус ну можно смотреть если стабилизируется температура на какой-то определенном значении то я считаю что это в принципе не нужно будет долго ждать смотрим 61 градус так пока на двух ядрах давайте посмотрим на график я в принципе уже услышал услышал что вентилятор на кулере процессора как-то стал шуметь чуть чуть громче давайте статистику 61 градус по моему температура более-менее стабилизировалась да вот полторы минуты идет тестирование мы сейчас с вами посмотрим если в принципе расти ну давайте еще вот секунд 30 подождем если расти не будет нет температура все таки еще повышается 62 градуса и потом мы с вами еще про и проведем вот этот тестирование цепи у queen которая встроена в аиды 64 посмотрим изменились ли значению вот этого тестирования вот этих попугайчики условные единицы после увеличения частоты с 283 на 32 я думаю что должно измениться ну так как я успешно провел этот разгон я считаю что это нормально кулер самый дешевый самый дешманский но тем не менее он справляется с охлаждением данного процесса даже при небольшом разгоне я думаю что небольшой разгон никому никогда не мешал так ну вот 62 градуса больше не растет температура тестирование уже идет смотрите больше двух минут и в принципе все нормально я думаю что если бы были какие-то запредельные значения и он очень сильно перегревался я думаю мы уже в течение вот уже двух с половиной минут в принципе что-то здесь бы увидели никакого пропуска тактов здесь нету стопроцентная нагрузка процессора температура стабилизировалась примерно да ну вот 63 градуса ну это очень медленно растет я думаю что в принципе тест в течение 10 минут он пройдет без проблем и я думаю что это довольно таки все равно холодный процессор ну еще я вот не упомянул используя термопасту это арктикулин mx2 тоже наверное дает что-то свое хорошее в этом деле потому что не ту дешманскую термопасту которую продавец процессора положил вместе с одним процессором так три минуты тестирования я думаю что больше я не буду занимать вашего и своего времени 63 градуса даже если еще 64 или 65 градусов будет поэтому самому греющемуся ядру я думаю что это очень и очень хороший показатель в принципе я думаю что если сюда поставить нормальный хороший кулер то где-нибудь там 35 из этого процессора можно выжать и с ним работать меня устраивает частота 32 я в принципе доволен доволен так ну что делаем стоп до 63 больше не растет 4 минуты тестирования все великолепно так частота еще раз напомню 3,2 гигагерца так нажимаем стоп максимально мы увидели 63 градуса великолепный результат ну и теперь давайте посмотрим на тест cpu queen что-либо у нас изменилось я напомню что без разгона у нас было порядка около двадцати четырех тысяч нас показал давайте нажимаем старт 26 700 ну да и мы обогнали как я и говорил вот этот вот core 2 extreme qx 9650 который функционирует на частоте 3000 мегагерц отличные результаты отличные показатели я крайне доволен этим процессором если честно естественно мне сейчас в эту систему не хватает оперативной памяти так как у меня установлены здесь всего 4 гигабайта оперативной памяти больше не поддерживает материнская плата да она ddr2 но тем не менее и в принципе не хватает тут нормального жесткого диска который побыстрее бы работала в идеале ssd конечно ну так как здесь sata 2 ssd это не будет раскрываться но все равно тем не менее мы видим отличные отличные показатели данного процессора с учетом его цены в 12 долларов там надо смотреть иногда продавец делает чуть больше цену иногда чуть меньше великолепные результаты я считаю что семьсот семьдесят пятый сокет вот с таким процессором еще в принципе может жить довольно долго с учетом того что мой про еще раз напомню процессор которыми стоит в основном компьютере опять 30 3570 к выдает в стоке всего лишь 34000 в этой же аиде то есть всего лишь на 10 а даже сейчас уже даже тут на 8000 больше всего лишь всего лишь на 8000 больше ну вот наверное на этом я буду эту часть своего видео заканчивать тестирование данного процессора следующее видео может быть я сделаю отдельное видео какой-нибудь такой подкасте где я попробую все-таки выжать все соки из этого процессора и попробую его до разогнать до того значения на котором он в принципе не сможет уже загрузиться сейчас я получил 32 может быть он 3538 можно будет его вытянуть но я не поклонник экстремальных разгонов тем более у меня нету кулера чтобы его хотя бы более-менее кулера чтобы охлаждать данный процессор в третья часть видео выйдет в которой я принципе попробую запустить какие-то игры более-менее современные на данной системе я не знаю как скоро это получится потому что сюда надо поставить какой-то более-менее нормальный жесткий диск даже не ssd хотя бы какой-то диск на сато какой он потому что у меня здесь еще и да и диск стоит старенький старенький который ну совсем медленно работает и тогда я попробую какие-то несколько игр запустить на данном процессоре на видеокарте gtx 950 который сейчас прямо здесь установлена и мы с вами посмотрим в принципе раскрывает ли он видеокарту и способен ли он тянуть современные какие-то игры если вам данное видео показалось интересным полезным ставьте лайки пишите ваши комментарии высказываетесь по поводу и без повода всем пока